Доброго-доброго времени суток, дорогой зритель! Меня зовут Илещенко Глеб, и в этом видео я хочу тебе рассказать жизненный путь Эдди Редмейна. От фотомодели до фильма «Фантастические твари и где они обитают». Эдди Редмейн родился 6 января 1982 года. Отец – финансист, а мама ведет бизнес в сфере грузоперевозок. Эдди – средний сын. В семье также есть старший брат Джим и младший Томми. К интеллектуальному и творческому становлению Эдди приложили руку его родители, часто водившие детей на театральное представление, которое он просто обожал. По словам актера, тем самым импульсом, заставившим его задуматься о сценическом будущем, стало увиденное им в юном возрасте пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Вместе с братьями Эдди сначала учился в начальной школе Коллит-Корт, а после поступил в Эйтонский колледж. Традиционно в этом учебном заведении получают знания преимущественно дети из аристографических родов Великобритании. В колледже он не забыл о детском увлечении и начал посещать актерские курсы, принимать участие в спектаклях. Тогда же он впервые вышел на сцену в женском образе, исполнив роль Виолы в комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Занимался Эдди и музыкальным самообразованием, пел в хоре колледжа. За особые музыкальные заслуги он даже получил стипендию. При этом будущий актер умудрялся выполнять обязанности старосты факультета и участвовать в модных показах одежды. Он даже стал подрабатывать моделью, что приносило деньги на карманные расходы. Однако учеба в Итоне не приносила Эдди морального удовлетворения, и он решил подать документы в театральную школу. Родителям стоило большого труда уговорить сына все же получить классическое образование в Тринити колледже Кембриджского университета. Специальность Эдди выбрал близкую его интересам – историю искусств, а именно углубленное изучение искусствоведения Англии и Франции в девятнадцатом и двадцатых веках. Этот колледж он закончил в 2003 году. Театральная карьера Эдди Редмейна вне колледжа не сразу отметилась успехом. Как потом актер рассказывал в интервью, отец с рациональностью финансиста познакомил его на цифрах со статистикой реализовавшихся на практике актеров. Их оказалось меньшинство. Редмейн тоже первые месяцы не мог найти применение актерскому таланту и даже успел поработать официантом и барменом, но вскоре удача улыбнулась юноше. За лучший дебют и роль второго плана в театральной постановке «Коза» или «Кто такая Сильвия» актер получил премию на Critics Circle Theater Awards и был номинирован на награду имени Лоуренса Оливье за роль Эдварда Олби. В 2005 году в фильмографии Эдди Редмейна стартовала с многосерийной кинокартины «Елизавета Первая». Следующими работами стали ленты «Ложное искушение», «Читая мысли» и «Дикая грация», в которой он сыграл гея, пытающегося склонить к греховной связи собственную мать. Вскоре Эдди посчастливилась попасть в блестящий актерский состав костюмированной драмы «Еще одна из рода Болейн», где ключевых персонажей на экране воплотили Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Эрик Бана. Интересной работой для Редмейна стала главной роль в киноленте «Семь дней и ночей с Мерлин», где актер перевоплотился в начинающего ассистента режиссера, которому удается найти подход к звезде Голливуда и помочь ей справиться с депрессией. В 2011 году Редмейн появляется в комедии «Провинциалка» о жизни девушки, сбежавшей Вегас от родителей пьяниц, а в 2012 году сыграл в драматическом мюзикле «Отверженные», в котором он самостоятельно исполнил вокальные партии. После Редмейн целый год не появлялся на экранах, зато в 2014 поразил своей игрой в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». За главную роль в этой ленте Эдди был удостоен ряда наград – Бафта, Золотой Глобус, Оскар. И что было самым важным для Эдди, сам Стивен Хокинг дал положительную рецензию на фильм. В этом же году актер снялся в необычном для себя жанре – фантастическом боевике «Восхождение Юпитера» с Милой Кунис и Ченнингом Татумом в главных ролях. А в 2015 году Эдди доказал, что для него не существует ролей, не подвластных его таланту. В фильме «Девушка из Дании» он перевоплотился в трансгендера – мужа, известной художницы, для которой тот согласился позировать в женской одежде. В 2016 году он исполнил главную роль в экранизации книги Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают». События фильма развиваются за 65 лет до сюжета основных книг этой художественной вселенной. В центре новой серии фильмов находится молодой маг, специалист по магическим животным Ньют Саламандер. Когда магический зоолог переехал в США, опасные животные сбежали из волшебного чемодана Ньюта. После этого за молодым магом начинают охотиться службы правопорядка. Спустя год Эдди Редмейн снялся в продолжении картины. Во-вторых, «Фантастических тварях» действия разворачиваются через год после сюжета первого фильма. Ньют и персонажи первой ленты начинают противостоять злому волшебнику Грин-де-Вальду. А к команде главных героев присоединится молодой Альбус Дамблдор. Джоан Роулинг, автор франшизы, заявила в собственном твиттере, что всего в киновселенной «Фантастические твари и где они обитают» выйдет 5 фильмов. Дорогой зритель, огромное тебе спасибо за просмотр. Поддержи меня смачным лайком под этим видео и подпишись на мой YouTube-канал, если ты этого еще не сделал. И заглядывай в Instagram-аккаунт «Просто кино». Там выходят видеообзоры на новинки кино, проходят конкурсы и веселые игры. Так что заходи и подписывайся. Ссылочка в описании. И с тобой был на связи Лещенко Глеб. И до встречи уже в следующем видеоролике. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok